Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Павел Вячеславович Кондратский, заместитель главы администрации Одинцовского городского округа. Здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Сегодня говорим о мерах государственной и муниципальной поддержки предпринимателей. Хотелось бы более детально разобрать эту тему. Хорошо, давайте разберем. Мер поддержки предпринимательства гораздо большое количество и порой действительно предприниматели сами не знают, какие есть меры и где государство можно помочь и поддержать. Что касается малого и среднего предпринимательства, то Одинцовский городской округ является лидером по количеству малого и среднего предпринимательства на территории Московской области. У нас порядка 22 тысяч МСП, которые уже созданы и работают на территории Одинцовского района. Что касается мер поддержки, то меры поддержки есть, ну давайте если так брать сверху и разделять, то меры поддержки есть областные, есть федеральные, есть областные, есть муниципальные. Но это все в виде грантов, субсидий? Это в основном в виде субсидий, это в виде гарантийных фондов, которые есть на территории Московской области, которые помогают по более низким ставкам, чем в банках, помогают предпринимателям получать или гарантии, или займы на развитие своего производства. Ну получается, что государством, как собственной областью и на муниципальном уровне делается все для того, чтобы предпринимательство развивалось. И по большому счету неважно, как бы крупное, но мелкое, среднее. То есть есть гарантии поддержки для каждого предпринимателя, для каждого того, кто хочет заняться бизнесом. Совершенно верно. И этими мерами очень успешно пользуются, я так скажу, те предприниматели, которые о них знают и уже пользуются не первый год. Поэтому, что касается этих мер, если вернуться к мерам поддержки Московской области, то там есть несколько таких основных. Это меры поддержки на модернизацию производства, это возмещение. Если в прошлом году возмещали, форма поддержки была порядка 50% возмещали, то сейчас немножко поменяли условия подачи заявки и поменяли суммы. Сейчас можно получить не более 30%, но и не более 10 миллионов. Ну, если проще говоря, если у вас модернизация оборудования, стоимость оборудования составила 30 миллионов рублей, то вы можете получить 10 миллионов рублей на свой расчетный счет, как субсидия от Московской области. Как это все происходит? Вот как работает этот механизм? Потому что я так понимаю, что большинство предпринимателей сразу пугает на первом этапе, как это сделать, что кажется, что так много нужно всего собрать. И абсолютно невозможно во всем этом разобраться. Но ведь это не так, Павел Вячеславович. Вот сегодня давайте развенчить будем мифы. Давайте. Но это действительно не так, потому что система работает, и на это есть статистика, которая показывает то, что люди, компании получают эти денежные средства и приходят из года в год за ними и остаются довольны. Что касается, как о них узнать. Ну, самое простое, это, конечно, из интернета. Не выходя из дома, вы можете зайти как на сайт Денцовского городского округа, на сайт администрации, там есть в разделе предпринимательства, есть информация о мерах поддержки, так и на сайт Московской области. На сайте Московской области точно так же можно найти информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. Это первый шаг, как узнать. Если вы не хотите узнать через интернет, придите в администрацию, придите ко мне на прием или в управление инвестиций. Мы с удовольствием вам расскажем, какие шаги необходимо сделать, чтобы получить эти субсидии. Но если вкратце, то в первую очередь, самая популярная субсидия – это как раз на модернизацию оборудования, когда люди получают возмещение денежных средств за потраченное оборудование. Как происходит сейчас, не буду рассказывать про прошлый год, в этом году гораздо упростилось и сделали следующим образом. Если предприниматель у предпринимателя производства, он планирует купить новый станок, допустим, будем брать за 30 миллионов, и ему необходимо собрать документы, заключить договор на покупку данного оборудования. Он с этим договором и еще с документами, бухгалтерскими документами, уставными документами может прийти к нам в администрацию. Мы весь этот пакет посмотрим, подскажем, какие чаще, мы уже знаем чаще всего, какие встречаются ошибки при подаче этих документов. Скорректируем их, и так как данная заявка подается в Московскую область, ее можно подать только в электронном виде, то после того, как мы ее посмотрим, скорректируем, мы рекомендуем ему идти и подавать свой электронный кабинет, подавать на портал Московской области для получения ответа от Московской области. Получается, вы сопровождаете полностью предпринимателя на этом этапе, на этапе подачи... На подаче сбора и подачи документов полностью сопровождаем. Мы как администрация заинтересованы для того, чтобы бизнес развивался на территории городского округа. Ну, это опять рабочие места, это налоги, это социальная нагрузка, то есть это все действительно интересно, в первую очередь администрация городского округа, отсюда такая поддержка. Поэтому не нужно ничего бояться. Нет, не нужно бояться. Никто один на один, заявкой не останется. Нет, не нужно ничего бояться. Хочу вернуться про условия. В прошлом году необходимо было купить оборудование, потом подать заявку, и там все-таки идет конкурсная основа, и был вариант, получите вы деньги или не получите, одобрит вам заявку или не. То сейчас на этапе планирования купить оборудование, вы подаете договор, то, что вы собираетесь купить, вы подаете там все необходимые документы, это попадает в Московскую область на конкурс, и в рамках конкурса вам предварительно одобряют вашу заявку, и говорят, да, ваша заявка подошла, вы имеете право на субсидию. Только после того, как вы получили одобрение, чтобы получить деньги, конечный этап, вам необходимо будет представить платежные документы, о том, что вы оплатили это оборудование, и акт получения данного оборудования. После этого вы получаете денежные средства. Здесь получается авансом, вам одобряют заявку, и вы уже 100% знаете, то, что часть денег вам возместят на те затраты, которые вы понесли. У нас в прошлом году на областном уровне получили, я не беру, сколько подали, получили 6 предприятий на общую сумму порядка более 6 миллионов рублей. И 4 предприятия получили субсидию на муниципальном уровне, это порядка 2,5 миллионов рублей. В этом году, так как конкурсы еще идут по Московской области, а наш муниципальный мы еще не объявляли, на областной уже подано заявок на где-то 18 миллионов от 11 предприятий. Это только от Одинцовского городского округа. Вы сказали про муниципальные субсидирования. Как работает эта программа? Что вы предлагаете на своем уровне? Какие меры поддержки? Мы сами субсидируем, у нас практически, так сказать, зеркальная история, которая идет с Московской областью, но мы свои муниципальные проводим специально после того, как Московская область заканчивает свои субсидии, после этого мы проводим свои. Вот как раз вы сказали о том, что еще идет областной конкурс, Конкурс как раз 16 сентября, да, по-моему, стартовал пятый этап конкурса на модернизацию и лизинг. С 16, это пятый, он будет идти с 16 сентября по 15 октября. Поэтому, если есть желающие, в первую очередь рекомендую прийти в администрацию, мы вас еще раз проконсультируем, расскажем, какой пакет документов нужно собрать, и после этого подавайте их в электронный вид. Мы даже делаем, в следующем мы сотрудничаем с Московской областью, мы берем даже те предприятия, которые к нам не пришли, но они получили отказ по той или иной причине. После этого мы с ними созваниваем, рекомендую, придите, давайте мы посмотрим, по какой причине у вас был отказ. И так как конкурс еще будет и шестой этап, вы есть возможность подать, ну, исправить документы и подать на шестой этап для получения возмещения. Как контролируется правильное использование именно субсидированных средств? По субсидированным средствам, ну, в первую очередь, так как это конкурс, есть критерии, по которым есть отбор конкурса. Основной момент, основной критерий конкурса – это бюджетная эффективность. Это то, сколько государство возместит денежных средств и какую сумму возврата она получит в налогах от данного предприятия. Налоги, как вы правильно сказали, это налог на прибыль и зарплатные налоги, которые идут. Поэтому обязательства, которые идут в конкурсной документации, которые берет на себя предприниматель, первое – то, что в случае, допустим, модернизации данного оборудования или покупки нового такого станка, он говорит, то, что у меня выручка будет увеличена на столько-то, и количество рабочих мест дополнительно я создам с помощью данного оборудования, столько-то. К выручку и количеству рабочих мест предприниматель определяет самостоятельно. Ему никто не навест, он сам говорит, он может поставить на 1% и количество людей на одного человека в течение двух лет. Будут смотреть и эти критерии будут проверять. Но поэтому и смотрят бюджетную эффективность. Соответственно, чем больше вы покажете выручку, насколько оно увеличится, и насколько больше вы создаете количество рабочих мест, тем вероятность победы в конкурсе выше. На какие еще гарантии, на какую еще поддержку могут рассчитывать предприниматели нашего округа? Ну, обязательно, это есть фонды, фонд поддержки предпринимательства Московской области. Это фонд специально создан Московской области, где есть возможность получения гарантии для участия в конкурсах, банковской гарантии, которая приравнивается к гарантии фонда для участия в аукционах, конкурсах, куда идут. И точно так же получение займов. Ставки по займам ниже, чем в банковской. Точно так же с предприятиями, которые приходят, мы совместно с ними ездим в фонды, они рассказывают о своем предприятии, смотрят, что они могут предложить со стороны фонда, какие займы, и точно так же, так сказать, в ручном режиме мы их доводим до результата. Если компании нужны микрозаймы, либо нужно поручение банковское, то с каким пакетом документов они должны к вам обратиться, и что от них требуется в данном вопросе? К нам они должны обратиться, сначала прийти и рассказать о своей компании, чем они занимаются, что им необходимо, для того, чтобы мы определили... То есть к вам должен поступить запрос? Да, тот орган, который может им помочь. Или это может быть субсидия, или это может быть гарантийный фонд, или, не знаю, второй вопрос, ну, чаще приходит вопрос не столько по финансам, сколько по земле. Есть предприятия, которые расширяются, и они говорят, мы бы хотели расшириться на территорию района. Мы, кстати, недавно ездили в технопарк Сколково и договорились с руководителем технопарка о совместном обмене. Те предприятия, которые находятся в технопарке, им уже, так сказать, площадь мала, но они хотят остаться рядом со Сколково, мы помогаем им найти территорию на территории в районе. А те предприятия, которые с нашей стороны занимаются неокором или каким-то разработками, мы их направляем в технопарк, для того, чтобы у них была возможность стать резидентами технопарка Сколково. Вот такой взаимовыгодный обмен, и, могу сказать, достаточно интересные проекты поступают от технопарка для развития уже дальнейшего здесь. Малый и средний бизнес обсудили. А как дело обстоит с крупными предприятиями? Что касается крупных промышленных предприятий... Они тоже есть на территории округа? Да, они тоже есть на территории округа. Их не так много, конечно, как, наверное, в других муниципалитетах Московского, но они тоже есть. Что касается крупных предприятий, то там действуют, так сказать, совсем другие меры поддержки. Там есть меры поддержки на возмещение средств, потраченных на тех присоединения. Есть сайт по промышленным предприятиям Московской области, где они вводят информацию о предприятии, о продуктах, которые они производят, где, так сказать, происходит коллаборация всех предприятий Московской области, и они могут между собой общаться. Мы, со своей стороны, такую коллаборацию делаем два раза в год. Это, вы знаете, Всемирный день предпринимателя, это в мае месяце, когда мы специально делаем лекторию и выставку предприятий, которые находятся на территории района, для того, чтобы они между собой познакомились. Потому что часто очень предприятие не знает, кто находится рядом с ними. Для того, чтобы там не давать длинную логистику, можно, грубо говоря, этот материал взять у соседа. И второе такое мероприятие мы делаем в конце года. Это мы его назвали профессионалы Одинцова. Это как раз для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере общепита, ресторанного бизнеса и в сфере бытовых услуг. Очень хороший получается эффект. Очень приятно, когда люди, предприниматели встречаются, обмениваются опытами. Опять же, рассказывают хороший опыт о получении субсидий. И после этого с каждым годом количество заявок у нас увеличивается. Сейчас затронули вопрос мероприятий. Сразу пришла в голову, конечно же, победа. Блистательная победа Ольги Селезневой. Это руководитель техцентра «Волин», которая стала лучшей бизнес-леди в Подмосковье. Да, действительно так. Я был на этом мероприятии. Знаком с Ольгой. Но предприятие действительно большое. И мы его знаем как техцентр. Но на самом деле оно разноплановое. Если прийти в это предприятие, оно очень большое. Ну и что касается самой бизнес-леди Ольги, то она действительно при всей женственности очень целеустремленная и очень экономически профессионально своего дела. Профессионально подходит к каждому участку, который у нее есть на предприятии. Ну и оно как подтверждение Ваших слов, что действительно наши предприниматели лидеры в области и в целом предпринимательское сообщество. И, собственно, результаты в том числе и Ольги Селезневой. Это прямое подтверждение этому. У нас, я могу сказать, у нас есть очень много уникальных предприятий, с которыми я знаком. И которые даже я не знал то, что они могут делать. У нас есть предприятия, которые находятся здесь в производстве, но поставляют в 54 страны мира свою продукцию. Прямо здесь, из Единцовского района, с упаковкой здесь, все полностью комплектующие здесь, 54 страны мира. Есть предприятие, которое занимается, поставляет экологичную продукцию во все большие общепиты, стрит-ритейлы России. Это, я считаю, уникальное предприятие, которым мы можем гордиться. Если говорить про сельское хозяйство, остались ли такие желающие, кто развивается на территории округа и обращаются за мерами поддержки? Сельское хозяйство, да, есть и такие. Но в сельском хозяйстве, там немножко идет не по линии Министерства инвестиций и инноваций, а по линии Минсельхоза. И там действительно есть меры поддержки, и они достаточно крупные. И в прошлом году у нас был большой объем инвестиций, как раз в Нарасановский молочный комбинат, где они получили достаточно большие гранды на возмещение средств. Ну, это тоже проходит при вашем участии, или они уже все-таки напрямую общаются с Министерством сельского хозяйства? То есть это уже больше профильное такое узкое, да? Это больше профильное, да. Это напрямую с Министерством сельского хозяйства. Так сказать, таких предприятий меньше. И Министерство сельского хозяйства самостоятельно их ведет до получения результата. Но такие тоже есть. Цифровизация захватывает все вокруг, не исключение. И ваша сфера, как она внедряется, и как она помогает в работе непосредственно вам? Что касается цифровизации, мы буквально месяц назад у нас был Всероссийский форум при поддержке правительства Московской области на территории Одинцовского района. Почему еще был у нас? Потому что мы заняли первое место по развитию конкуренции на территории района, и в частности Московской области. В цифровизации все торговые объекты, которые находятся на территории Одинцовского района, мы все цифровизировали и все перенесли на электронную карту. Вы можете нажать на любой объект, и вам высветится первичная информация об объекте. На каком основании он находится, какой срок действия разрешения, кто является собственным, какая специализация данного объекта. Это все есть в открытом доступе. И любой предприниматель, любой житель может посмотреть эту информацию. А в рамках развития конкуренции очень удобно увидеть то, что на территории района, в той или иной локации, где собраны предприятия торговые, допустим, по специализации цветы. Для предпринимателя уже он может определить, стоит ли там открывать точку цветами, или там достаточно уже этих павильонов, и необходимо открыть, не знаю, там хлебобулочные изделия. Все это прописано, и все это очень удобно. Ну, это прописано, и это видно просто наглядно. Достаточно открыть эту карту, и ты видишь наглядно, где есть павильоны, где нет павильонов, где их недостаточно. В самом начале нашей программы вы сказали о том, что наше развитие предпринимательства одно из лучших в области. Какие еще меры поддержки? Как будет дальше развиваться вот именно работа с предпринимателями на уровне округа? Со своей стороны считаем то, что как можно больше доносить информацию до предприятия, до предпринимателей о тех мерах поддержки, которые существуют. Постараться, ну, с нашей стороны считаю, чтобы мы довели эту информацию до предприятий и предпринимателей, а они уже определили для себя необходимые эти меры поддержки или нет. Если да, то мы пойдем на второй шаг, второй этап для того, чтобы им это рассказать. Помимо этого делаем тематические круглые столы, которые необходимы для предприятий. В частности, были круглые столы, связанные с промышленными площадками. Когда мы приглашали промышленные площадки, они рассказывали о своих проблемах, о своих удачах, которые и после данных круглых столов обменивались контактами, и получалась у них какая-то коммерциализация. С нашей стороны необходимо было просто запустить эту информацию. Сейчас, когда с объединением со Звенигородом, городского округа, мы ездили с головой на территории Звенигорода, находится хлебобулочный завод. После того, как мы там побывали, мы сделали круглых столов с предприятиями, которые используют хлебобулочные изделия. У нас здесь на территории есть хлебобулочный завод. Булочный завод рассказал о тех продуктах, которые он делает, рассказал о условиях для того, чтобы, возможно, предприятия нашего городского округа могли пользоваться его услугами не других хлебозаводов, а уже своего, который видится на территории. То есть поддержка не только в виде субсидий, но и, конечно же, в налаживании связей, рынков сбыта. Это, естественно, немаловажно. Обязательно. Спасибо, Павел Вячеславович, за интересную беседу. Надеюсь, что сегодня мы ответили на многие вопросы. И в самое ближайшее время к вам обратятся предприниматели за мерами поддержки, потому что это не миф, это реальность, и это действительно может стать новым толчком в развитии бизнеса. Спасибо большое. Всех предпринимателей района всех ждем, с удовольствием всем расскажем о тех мерах поддержки, которые существуют, их уже решение использовать или нет. Спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok